Всем привет, с вами Глент, и вы на новом канале. Ребята, вот скажите, что вы знаете про аэропорты? Вот, например, я летаю достаточно часто, и меня, знаете, что поражает, что в аэропорте весь мир как будто смог договориться. Там всё по правилам, всё по полочкам, и единственное, что мы видим, это только там стойкую регистрацию, паспортный контроль, мы в самолёте улетаем. Но на самом деле, аэропорт это же целый-целый мир со своими законами, ответственностью и даже, возможно, приколами и опасностями. Поэтому сегодня я предлагаю сыграть в аэропорт сим, то есть симулятор аэропорта. Мы будем рабочими, вот посмотрите на вот эту вот аватарку игры. Люди на разных вот таких вот смешных машинках занимаются какой-то важной работой, и сегодня мы будем делать то же самое. Я уже начинаю чувствовать такую небольшую ответственность, потому что это всё-таки аэропорт, самолёты, тысячи, тысячи людей зависит от меня. Не знаю, что нас ждёт, погнали, просто запускаем игру и давайте с ней разбираться. Кстати, поставьте лайк, если хотели бы куда-нибудь слетать летом. Закиньте такое желание во вселенную. Хочу слетать летом, поставлю лайк. Мало ли вселенную услышит. Итак, мы зашли, можем начать новую игру, либо пройти туториал. Мне кажется, что лучше пройти туториал, потому что я думаю, что всё будет очень сложно. О май гад, вы посмотрите сколько всего тут в туториалах происходит. О май гад! Это всё связано с аэропортом? Я же сейчас с ума сойду, ребят, я в этом вообще не понимаю ничего. Окей, давайте начнём с первого туториала. Это тейблет, планшет. Окей, что же тут необычного может быть в планшете? Я даже не могу представить, что там такое. Нам говорят, добро пожаловать в прекрасный аэропорт Вагар, расположенный на Фарельских островах. Планшет является важной частью игрового процесса, поскольку это ваш основной источник информации. В нём есть всё, что нужно знать, чтобы иметь возможность выполнить задачи на местности. Так, хорошо, то есть мы понимаем, да? Планшет это всё важно. Окей, мы на территории аэропорта. Посмотрим. Опа-на! Привет! Это же самолёт! И он едет, он двигается, а мне уже что-то нужно делать? Уже пора? Я ещё не готов. Мы видим выходы на посадку. Гейт 1, гейт 2. Такое на Мальдивах, вот похоже. Ты выходишь, прям пешком идёшь к нам, приехал полноценный, ребята, самолёт! Прямо в самом начале ролика. Я не знаю, чего ожидать. Для начала, для того, чтобы открыть планшет, нажмите на таб. Нажали. У нас открылся планшет. Господи, сколько здесь всего! На первой вкладке слева, которая называется Операции, вы найдёте все данные входящих и исходящих рейсов, которые вам предстоит обслуживать. Окей, да, то есть мы видим, что предъявилось что-то с Польши. Варшавская, да? Варшавчопин аэропорт. Дальше, что здесь есть? Охраняемая территория вокруг самолёта на стенде номер 4. Нам нужно расставить конусы, расставить подпорки, ставить какой-то байпасный пин. Соединить автомобиль самолётом, открыть двери самолёта, закрепить пассажирскую дверь. То есть, смотрите, пассажиры, они уже прилетели, понимаете, да? Пока я не начну делать, они не выйдут с самолёта. И сейчас уже там внутри самолёта. Почему так долго? Мы так долго летели! А воды дайте! А попить! А поесть! А почему никто меня нас не выпускает? А тут я стою с платшетом разбираюсь. Следующая вкладка у нас это карта, ребята. На вкладке карта, как следует из названия, находится карта аэропорта с указанием вашего текущего местоположения и всех доступных транспортных средств и самолётов, которые можно использовать. Хорошо. Последняя, так сказать, вкладка это погода. Погода очень важная штука для аэропорта, потому что, ну, в плохую погоду самолёт садиться не будет, а будет делать там круг или как-то, короче, там даже дорожки чистят снега и так далее. За этим всем нужно следить. О, посмотрите на эту карту! У нас здесь стоит самолёт, который только что прилетел. Мы видим гейты, то есть куда что располагается. Здесь есть машина, которая забирает этот, я вам сейчас скажу, я вам сейчас скажу, забирает чемоданы. А нет, отмена! Это лестница, по которой люди по трапу будут спускаться из самолёта, а чемоданы, вот видите, справа нарисованы вот правее, вот они, да. Хорошо, с этим разобрались. Нам говорят, что мы сейчас в маленьком аэропорту, здесь, в принципе, карты особо не понадобятся, здесь особо, ну, ничего такого нет, но в больших аэропортах, где мы сможем принять участие, там придётся пользоваться картой. А вот, собственно говоря, и погода, вкладка погоды. Посмотрите, что мы здесь видим. У нас сейчас чистое небо, и всё, пока что я больше ничего не понимаю. А, мы можем встретить погоду наперёд, я так понимаю. Короче, туториал по планшету мы прошли, в принципе, всё было прекрасно. Теперь дальше у нас туториал follow me, называется следуй за мной. Здесь уже будет поинтереснее, мне кажется. Так сказать, уже более правдоподобно. То есть мы теперь с другой стороны полётов, да. То есть смотрите, опа, ребята, я рацию взял. Что мне говорят вообще? Подождите, я не успеваю так быстро. Мне говорят, сейчас вы узнаете об одной из самых важных транспортных средств, которые используются в последней работе аэропорт. Автомобиль следуй за мной. Он так называется, follow me. Его основное назначение безопасно направлять воздушные суда к назначенным воротам парковки или в определённой зону аэропорта. Он используется, когда прибывшие пилоты, не знакомы с аэропортом. Короче, понятно. То есть мы как навигатор для самолётов. Окей. И чё? И где? И где? Куда? Ого, я прыгать могу высоко. Вот, я так понимаю, вот, follow me. Эта машина называется follow me. Прикиньте. Рассказываю, что эта машина разрисована чёрными и жёлтыми вот такими вот квадратиками для того, чтобы она была более заметная. То есть мы сейчас на неё можем подойти и сесть. Мы внутри. О, смотрите, здесь даже локотип самолётика. На E заводим машину. Это, я так понимаю, важно для того, чтобы потом, когда мы припарковали самолёт, нужно будет мне, я так понимаю, обязательно заглушить эту машину. Итак, нажмите на 0, чтобы включить мигал. Считаем. В 14.09 прибывает самолёт 1.2.3 из Варшавы на номеру 10. Так, хорошо. И у нас есть карта, куда мне нужно приехать. Так, ну чё, мы выезжаем, ребята? Мы поехали по аэропорту. А я могу выйти? Вот просто, можно ли мне выйти посмотреть? Я хочу посмотреть, а я, ну, включил сигналку, она реально работает или нет? Посмотрите, где мы вообще, ребят, даже в игре. Мне как-то немного стрёмно находиться здесь без дополнительных людей. Я так понимаю, мы должны ехать и не нарушать скоростной режим. То есть будем ехать ну сколько? Ну, наверное, 60 здесь можно ехать? Или я даже не знаю. Но мы едем по настоящему, полноценному аэропорту. Фух, если честно, немножко даже дух захватывает, потому что, ну, во взрослой жизни, в обычной, да, в реальной, так, конечно, не получится. Это прям надо куда-то идти учиться в специальное какие-то заведения для того, чтобы разбираться в этом всём, шарить. Вот сейчас наша задача, представьте, встретить самолёт. Вот он впереди, походу. Подождите. Да ладно? Мы сейчас едем встречать самолёт. Это жесть. Это очень круто. Конечно, я уже, ну, не смогу таким человеком стать, но, может быть, у вас появится желание после этого ролика стать кем-то в аэропорту. Я не знаю, как, правда, это делать. Вот такая вот прикольная профессия, если что. Хотите ею заниматься? Смотрим налево, направо и доезжаем до нашего самолёта, который пока что остановился и не знает, что ему делать, куда ему ехать. Мы должны сейчас будем ему показать. Мы приезжаем. Мне говорят, отлично, сейчас степ-бай-степ, типа, шаг за шагом мы расскажем, что делать. Расположите, типа, свою машину перед самолётом. Да, всё, мы расположили. Сзади нас самолёт, вон, в зеркале заднего вида можно его увидеть. Теперь вам нужно активировать знак «следуй за мной» на крыше вашего автомобиля, чтобы пилот знал, что нужно следовать за вами, следуя с ресурсами, отображёнными на экране. Да, то есть мы встали за самолётом. То есть сзади нас сейчас огромная машина, мы нажимаем на буквочку «К», и мы включили сигнал, который говорит о том, чтобы ему нужно ехать за нами. Окей, мы стартуем. И самолёт едет за нами или нет? Сейчас смотрим. А, и сказано, смотрите, самое важное. Скорость должна быть около 30 километров в час, не больше. Это хорошо. Расстояние между самолётом должно быть не больше 250 метров, в идеале 100. То есть если мы отъедем больше, чем на 250 метров, то это уже всё. Провалили задание. Хорошо, вот слева у нас нарисовано 92 метра. То есть мы просто должны следить за тем, как огромная машина в виде самолёта едет за нами. Так, она разгоняется, я тоже подразгонюсь. Так, держим, держим, держим расстояние. Только, блин, я так назад смотрю, у меня шли вперёд надо смотреть. Ничего себе, серьёзная задача. Слышите, ну ответственность такая, серьёзная ответственность. Не слабенькая, я вам даже хочу сказать. Интересно, а в этой машине можно поставить ограничитель скорости? Потому что когда я нажимаю на газ, я прям начинаю жёстко, быстро ехать, а за мной самолёт едет. Там пассажиры внутри, надо всё делать аккуратно. Но пока что очень круто, прям атмосферно. Я прям чувствую эту ответственность. А ещё вот на букву H у нас почему-то есть наушники. Ого! Я снял наушники! Капец, как тут громко всё! Вы послушайте! О май гад, вот почему они всегда в наушники ходят, я понял, да. Очень шумно, очень. И вон слева, вот смотрите, вон там вон место, где мы припаркуем наш самолёт. То есть нам нужно будет показать, где наш самолёт должен парковаться. Слушайте, ну поехали тогда. Я думаю, можем немножечко притопить. Обалдеть! Какая красота, ребята! Он едет. О, я далеко отъехал, мне говорят, а ну-ка вернись быстро. Понял, понял, возвращаюсь, возвращаюсь, ребят, сори. Я вот так вот буду газовать, вот так вот. Пускай дёргается машина, но зато я самолёт свой не потеряю, и мы держим с ним одинаковое расстояние. Вот ровно 73 метра, ни больше, ни меньше. Это прекрасно. Сейчас будет поворачивать, ребята, смотрите, это мой самолёт, и я его вожу. Обалдеть! Какая прелесть! Только единственный минус, но и, наверное, в реальной жизни точно так же, то, что это всё долго. Да, когда ты приземляешься, потом тебя куда-то везут. После приземления, реально, он может, если большой аэропорт, ехать очень долго. И поэтому, говорят, не расстёгивайтесь, когда вы приземлились, потому что любят. Приземлились сразу. Ременец стегнули, всё, пошли уже быстрее, быстрее, быстрее. А быстрее не будет, ребят. Знаете, кто будет быстрее? Бизнес-класс. В бизнес-классе выпускают первым. Это реально приятно. В бизнес-классе летишь, приземлился, встаёшь, стюардессы, эконом-класс держат и выходишь. Вот так вот тебе показывают. Проходи. И ты проходишь. Всё, бизончик поворачивает, и мы справились со своим, так сказать, уже первым официальным заданием, ребята. Вот здесь вот мы паркуемся. Мне говорят, отлично, благодаря вашим указаниям, пилот уже может определить своё место парковки, доезжайте до конца и припаркуйтесь со служебной дороги в специальном отведённом месте. То есть, да, просто так вот машину оставлять нельзя. Конечно же, пилот уже, вот видите, он остаётся, то есть он уже сам знает, что ему делать, а мы уже можем ехать парковаться. Вот, это я понимаю. Кайф. С момента прошлого видео прошёл целый день, ребята. Я сидел, проходил эти туториалы, и сейчас я готов к главному экзамену. Нажимаем на фри-плей, свободная игра, выбираем аэропорт, например, возьмём не такой большой, потому что вот здесь просто по 50 самолётов в час прилетает, возьмём что-нибудь средненькое и начинаем. Всё, ребята, свободная игра, главный экзамен. Я всему научился, у меня должно всё получиться, всё будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Просто жесть, полноценный аэропорт работает при помощи меня. Да, здравствуйте. Мы сразу же видим что? Мы сразу же видим самолёт. Первым делом заходим в планшет и смотрим, что у нас по заданиям. В 17.42, то есть примерно через 20 минут, прилетит какой-то самолёт с Рейк Джавик. Окей. Но перед этим нам нужно разобраться вот с этим самолётом, да, который вот стоит у нас на площадке номер 2. Да, это вот наш самолёт, мы на него смотрим, и нам сказано подключить компьютер, GPU. Этот компьютер сохранит данные из чёрного ящика, подключится, проверит всю электронику и так далее. Это очень важно, и нам нужно этим заняться. Ребята, если честно, я вот учился, но я уже всё забыл. Мне кажется, я провалюсь с экзаменом, и я не смогу стать нормальным персоналом для аэропорта, но надеюсь, что всё получится. Ещё здесь прикольная тема, что, по-моему, можно телепортироваться, насколько я помню. Вот, например, вот к этой штуке, да, вот я могу телепортироваться, это хорошо. Только перед этим нам нужно найти GPU. Во! Вот эта вот штука, это и есть такой вот мощный компьютер с программным обеспечением вот здесь, то есть это супер-супер важная тема. И прямо сейчас мы её берём, садимся вот в этот вот тракторчик, заводим его, и подцепляем наш огромный компьютер. Ребят, нужно сделать всё быстро, потому что самолёты нас ждать не будут, они будут прилетать. Ой, ой, так, топ, подключились, всё хорошо. Садимся, поехали, поехали, едем к самолёту. Кстати, я, по-моему, на другом самолёте обучение проходил, я не знаю, где здесь компьютер. Это очень большой самолёт, посмотрите, какой он гигантский. О, мой гад! Я на этой теме болел, я это не проходил. Можно я приду сдам на следующий урок? Хотя нет, вот, вроде вижу подключение GPU. Для безопасности мы должны вот эту вот штуку отключить. Сейчас отъедем. Отлично. Поставим пока где-нибудь здесь. В принципе, ну, я не то, чтобы прям парюсь над безопасностью, но всё делаю, как меня учили. Открываем вот. Ага, стоять. Не всё так легко получается. Я думал, что вот эта вот штука открывается, это и есть GPU, но нет. Так, это у нас двери с багажом. Нас сейчас это не интересует. Нам нужно найти двери с GPU. Сейчас. Это, наверное, снизу. Вот. Да-да-да-да-да. А нет, эта штука управляет дверьми. Сейчас вам покажу, как это делается. Смотрите, вот. Я могу вот так вот сделать. Открыть вот эту вот дверь. Если я нажму на буквочку Е, она будет открываться. Видите? И это всё очень продумано. Ладно, это нас не интересует. Нас интересует GPU. GPU у нас находится, находится это фьюэл, это заправка. Зачем я целый день это учился, если я всё забыл? О, нашёл. Вот здесь вот прям с носа самолёта располагается наше GPU. Теперь мы должны взять вот эту вот штуку, подключить. Это знаете, как электромобили. Такая же что-то подобное. Такой же провод, какой-то подобный переходник. Теперь мы заходим вот сюда. И вот здесь вот, я не помню, здесь тоже все эти кнопки нужно нажимать. Для начала power, да, мы должны запустить. Я ж нажимаю завестись, ну заведись ты, у меня экзамен. Ну вы чего? У меня там скоро новые самолёты прилетят. Я не могу просто компьютер подключить к самолёту. Это бред. О, пошло, 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 пошло. Я завёл эту штуку. Теперь мы должны включить вот это. По-моему, вот это. И всё. Это всё дело мы подключили. Теперь вот по этому проводу идёт перекачка всяких данных, проверка компьютера. И мы можем продолжать. Следующее задание. Теперь мы должны заправить самолёт. Это жесть, ребята. Это очень сложно. Вы даже не представляете. Что за жёсткий день у меня? Нам нужен танкер. Танкер у нас, мы смотрим на карте, он будет вот такой вот большой. Вот, это наш танкер. Мы переходим сюда. Посмотрите, как это дело выглядит. Вот здесь вот очень много дизеля. Или как это называется? Авиационной солярки. Да, это вот так вот называется. Заводим эту машину. Можем от третьего лица посмотреть, как мы едем. Просто посмотрите, я всем уже могу управлять. Ещё день назад я даже не понимал, как это делать. Но, ребят, нельзя расслабляться. Ни в коем случае. Потому что сейчас заправка самолёта, даже игра писала, что это самое-самое опасное, что может быть. Во всём аэропорту, во всём этом обслуживающем моменте, самое сложное, это заправка самолёта. Потому что здесь, по-моему, применяется даже ток. И я вам сейчас объясню, почему я так думаю. Смотрите, мы открываем вот такую вот штуку. И первое, что мы должны сделать для того, чтобы заправить самолёт, это подключить заземление. А заземление, это что такое? Это, короче, когда напряжение, ток, который там, грубо говоря, не знаю, там, не знаю, короткое замыкание случится, чтобы это всё дело ушло не в человека, да, а вот сюда вот. Ну, просто ток уйдёт вот, как бы заземлится. Он уйдёт в землю. Типа, никому не навредит. Я, если честно, такого не знал, что при заправке самолёт так делают. Но, ребята, теперь мы знаем. Что мы делаем дальше? Мы открываем вот такую вот панель заправочную, подходим, берём вот такой вот огромный-огромный шланг, подключаем его. И если вы думаете, что всё, сейчас всё начнёт заправляться, то нет, ребята. Сейчас начнётся самое жёсткое. Мы должны подойти сюда, вот к этой панели, открыть её. И вот здесь, вот, смотрите, даже нет подсказок! То есть это нужно выучить. Но, слава богу, я выучил. Для начала, что мы должны сделать? Мы должны запустить вот этот вот режим, то есть подать питание. Теперь переключить вот как-то вот здесь. Э, надо вправо. Вот. У нас идёт процесс закачки. Мы должны узнать, сколько бензина нам надо. Сейчас мы выйдем, посмотрим. Нам, по-моему, нужно... А, ну не так много. 5 тысяч литров, да? То есть где-то вот на этом моменте уже пора останавливаться и включать перекачку. Сейчас. Оп, всё. Перекачка должна была как-то пойти. Э, а чё не идёт? Опа-на! Вот и всё, блин. А, может быть, сначала тест надо провести здесь? Просто ещё тест есть. Сейчас, подождите. Теперь перекачка бензина. Пошли, 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 пошли. Закачиваем, закачиваем. Нам нужно примерно 5 тонн. 5 тонн, капец. Этим всем занимаюсь я. Ну, я не знаю, я бы на этом самолёте бы не полетел. По-моему, этого достаточно. Теперь мы должны включить, и оно нужно перекачиваться. А, бензин не качается. А почему? Можно я дома эту тему подучу и потом расскажу? Пожалуйста, можно на следующий урок реально? Я опять тест нажал! Да что ж я творю? Я этот бензин трачу. Так, хорошо. Почему не идёт закачка? Почему, 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 ребят? Что-то случилось. А-а-а! Вот, надо открыть этот краник. Точно, дурацкий краник, я про него забыл. Там такое давление, сейчас могло всё разорвать здесь. Теперь мы подаём немножечко больше тонн, 4000 тонн, и всё. Ой, это всё, это конец? Не-не-не, нам надо больше, нам нужно больше. Нам нужно 7 тонн, да? Оп, отлично, теперь заливаем, заливаем. Всё, идёт перекачка бензина, просто огромные тонны бензина. Я сейчас заливаю в эту огромную машину. Так, 7 тонн. Этого хватит или нет? Давайте посмотрим. Сейчас я всё дело отключу, для безопасности выйду. И посмотрим. Нужно 9 тонн 400. Хорошо. То есть мы заходим сюда, подключаем всё это дело и устанавливаем сколько нам надо. 9.4. Всё, 9.5. Ну ладно, там 100 литров этих как-нибудь придумаем что-нибудь. Всё. Теперь мы всё это дело отключаем. Теперь нужно отключить заземление, но перед этим нужно закрыть вот этот вот шланг, который качал этот бензин. О, всё, теперь точно закрылось. Теперь убираем заземление, чтобы током никого-то не ударило. Положим на место. Теперь отключаем вот эту вот штуку. Отлично. Закрываем вот эту вот панель. Закрываем вот здесь вот панель и смотрим. Да. Теперь нужно подтвердить задание. Мы заходим свой такой вот планшет и говорим, что заправка совершилась. Всё. Это закрыть можно? У меня двери самолёта открыты. Я их ещё дальше открываю? Нет, их закрыть надо. Как их закрыть? Всё, мы заправились, ребята. Теперь наш самолёт готов к отправке. Но перед этим нужно загрузить багаж. Естественно. Потому что, ну, сейчас же полетят уже люди. Уже хотят лететь, а багажа-то нет. И чтобы у нас был багаж, мы должны сначала взять. Мы должны взять. Мы должны взять. Что-то мы должны, ребят, явно взять. Вот, по-моему, вот эту штуку. Да. Нет. Вот. Вот эта штука будет хранить багаж. Для этого мы должны взять опять тракторчик. Мы его завели. Он такой достаточно быстрый, шустрый. Слушайте, ну у нас там уже вылет должен самолёту случиться. Мы и так всех задерживаем. Ё-моё, я походу не тот трактор взял. А нет, тот. Нормально. Всё, поехали, 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 поехали. Мы должны открыть на планшете карту и посмотреть. Ага. Всё, я понял, где багажное отделение. Вы сейчас посмотрите, тут даже двери закрыты. То есть мы должны подъехать и нам откроют двери. Вот это вот багажное отделение. Вот, наш самолётик готовится. Вообще просто кайф. Смотрим, смотрим, смотрим. Нам направо. Вот. Мы сюда заезжаем. Нас здесь уже должны ожидать. Только сначала мы должны, наверное, назад прицепом заехать. Ё-моё, ребята, застрял прицеп. Он едет, и я не еду. О май гад, я очень опаздываю. Ребят, если у вас задержали рейс, вот знаете, что это я. Это я. Вот просто я. Извиняюсь. Тысячекратно, я не знаю. Ай, он меня туда поворачивает. Тише. Да ёшкин матрёшкин. Что за брейкданс танцует у меня из багажного отделения моё? Ой, чуть самолёт не врезался. Ладно, пофиг, руками попереношу. Всё, надо просто близко подъехать. Ёкарный баба, я тут сейчас всё снесу. Всё, неважно. Паркуемся вот здесь, выходим, нажимаем и ждём наш багаж. Вон, поехал, поехал багаж людей. Давайте, давайте, давайте. Я эту сумочку уже могу забрать, ребята. Я в темпе вальса всё это делаю, потому что мы уже очень опаздываем. Давай, 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 сюда эту сумку. Багаж носим. А, кстати, здесь ещё можно бросать багаж. Вот, смотрите, я, допустим, могу взять и вот отсюда просто его вот так. Осуждаю! Закрыть! Я украл? Я не хотел! Это мы сделали. Дальше загрузите багаж в передний отсек. Хорошо, сейчас всё сделаем. Я там вещи немного подукрал. Ну, ничего страшного, ну, бывает, ну, блин, ну. Вылетели на отдых с трусами, прилетите без. Ну, какая разница? Тоже, нашли мне проблему. Вообще как? Тут в идеале надо сделать вот таким образом. Надо выйти. Открытие тут полностью дверь. Открывается она вот, видите? Дверь открыта. Теперь, блин, а вот ГПУ мы с ГПУ справились или до сих пор нас... Нет, всё. ГПУ можно отключать. Мы должны подойти сюда, положить на место, закрыть вот эту вот штуку. Так, что здесь? Что здесь? Что здесь? Нам этот компьютер уже не нужен. Можно его убрать как-то? Я что-то переживаю, ребята, сори. Ё-моё, я на пассажирском сидел, поэтому не ехал. Притёрлись немножечко крылу самолёта. Ничего страшного бывает. Оп, выворачиваем и увозим отсюда наш компьютер, потому что компьютер своё дело сделал. Мы просто чуть подальше его вот здесь вот так вот отвезём. В принципе, всё, нормально. Дальше, 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 дальше. Мы бежим вот сюда. Здесь у нас должны стоять такие, как конвейеры. Во! Это то, что нам нужно. Садимся, заводим. Услышали звук заводки. Поехали, поехали, поехали. Капец, этот самолёт я готовлю полностью сам. Это просто какая-то жесть. Ребята, тут надо немножко протиснуться. Оп, лево, право, право, вправо. Подъезжаем, подъезжаем. Теперь от третьего лица мы можем поднять вот так вот загрузчик багажа. Ага, ещё. Отлично. Теперь запускаем наш конвейер. Видите, конвейерная лента поехала. Мы выходим, берём вот этот вот багаж, кладём его, и он поехал. Давай! Нормально, отлично. Поехали, поехали, поехали. Загружаем, загружаем, ребята, всё хорошо. Обычно бизнес-класс первым загружают, и я там украл у кого-то вещи из бизнес-класса. Ну, ничего страшного. Тоже знали, кому дают. А, здесь их даже сортировать надо, прикиньте. Ну, это жесть вообще. Я сам это делаю. Один, соло, просто соло. Сортирую всё это. И вот такие действия нам нужно повторить ещё с 17 багажами. Это жесть. Увидимся, когда я полностью его загружу. Тише, 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 тише. Нештатная ситуация. Опа-на. Два выпало. Продолжаем загружать. У нас там были некоторые падения, вы это всё видели. Но мы показываем всё как есть. Да, я не профессионал, я даже вот забыл открыть вот этот бортик. Ну, ничего страшного. У нас просто ещё задание, видите, надо определённое количество багажа. Прямо вот сюда. Это капец. Раз, два, три, четыре, раз, пять. Всё, здесь всё. Всё. Ё-моё, пошёл вон. Всё, здесь не надо, здесь не надо, здесь не надо. Теперь мы этот бортик закрываем. И всё, теперь мы можем отсюда потихонечку уезжать и грузиться в задний отсек багажа. Вот он. Теперь просто от первого лица, ребят, паркуюсь. От первого, от первого. Посмотрите. Так, стоп, чуть ниже надо опуститься. Ага. Чуть повыше, повыше. Отлично. Отлично. Всё. Запускаем наш опять конвейер. Конвейер работает и продолжаем выгрузку. Нормально, нормально, нормально. Ой, э, чемик застрял. Ё-моё, это вот как обычно мой чемодан. Вот так вот с моими чемоданами обычно в аэропорту поступают. Это позволите? Позволите я здесь побросаю немного чемодана и отсюда грузим. Профессионально уже даже не залазим внутрь. Слушайте, а так даже удобней. Ёшкин матрёшкин. Два чемодана не довёз. На что ж такое? Там время капает. Пешком быстрее сбегаю. А как это я так считал чемодана, что мне двух не хватило? Выдавай, выдавай, выдавай. Ну давай, 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 давай. Время, время. Ты посмотри, что происходит. Уже 46 минут. Мы уже задерживаем очень сильно рейс. Очень сильно. Я работаю в этом аэропорту один. Мне можно просить задержку рейса. Или я потерял где-то чемоданы. Почему-то чемоданы не едут. Люди добрые, помогите мне. Стоп, а где два чемодана, лол? А, вот один вижу. Стоять. Один нашёлся, а второй где? Ё-моё, один чемодан где-то на территории аэропорта потерялся. Ну как это возможно? А вот он, вот он. Ё-моё. Всё, теперь отъезжаем. Ой, да ёшкин кот, что ж с этими чемоданами всё не так? Надо теперь закрыть двери. А вот это я не знаю как. Честно говоря, я вообще не знаю, как закрывать двери. Всё, разобрался. На Е открывается дверь, на Хью закрывается. Всё, теперь нажимаем. Всё закрыто. Здесь то же самое должны сделать. Я в шоке, что я один это делаю. Один обслуживаю полноценный самолёт. То есть целый вылет самолёта на моих плечах. Ребята, это достойно лайка. Так, здесь всё закрываем, всё безопасно, чтобы ничего здесь не вылетело. Тоже закрываем. Теперь мы займёмся едой для самолёта, чтобы люди, пассажиры могли кушать в рейсе. Это находится вот в такой вот огромной машине. Поехали. Смотрите, ещё вот то, что удивительно. Вот видите, вот жёлтые полосы слева от колеса. Это нарисовано, как нужно парковать машину. То есть вот сюда нужно на машине подъезжать. Спокойно. Чуть не врезали в самолёт. Так, спокойно. Стоп. Так, всё прицельно. Смотрите, я нажимаю на Y и вон снизу вот такие вот штуки поднимаются, которые держат нашу машину. Вот сейчас я опять нажал на Y. Теперь поднимаем, поднимаем. И подъехать нельзя. Да ё-моё. Мы теряем 20 минут на ровном месте, потому что я не помню, куда заносить еду в самолёт. То есть я понимаю, что это делается через дверь, но я не понимаю, через какую. У меня 190 порций еды. Я на какой-то огромной машине подъезжаю к каждой двери и стараюсь загрузиться, но у меня ничего не получается. Такийский дрифт, ребята. Около машины с бензином такийский дрифт выдаю. И мне мой тракторчик ещё мешает. У меня нету времени. Трактор, свали отсюда. Ой, это вы не видели? Это мы вырежем. Это вы не видели? О, всё. Подтверждаем. Отлично. Пошла, пошла выгрузка. Посмотрите. Еду сейчас будут загружать. Но это не я должен это делать. Я ж не грузчик. Ребята, я тут вожу. О, поехало. Смотрите. Это не я делаю. Я сижу вон за машиной. А еду-то загружаю. Ой, ты нормально там, чел? Ты весь чуть борщ не разлил. Алло. Всё, пока ждём. Давайте посмотрим на следующее наше задание. Следующее задание будет присоединить ступеньки к самолёту, чтобы пассажиры могли зайти. Я уже забыл, как это делается. Помогите мне. Ну быстрее, ну двигайся. Ну нету времени, ну. 54 минуты. Обалдеть. Я очень сильно задерживаю свой рейс. Всё. Двери закрываются. Отлично. Отлично. Теперь загрузите пассажиров. Это на самом деле жёстко звучит. Ребят, я не готов. Нам нужно взять сейчас ступеньки, ступеньки. Ступеньки, вот они. Целепортируемся к ним. Вот. А нет, подождите. Я такое не проходил. Я по-другому делал. У меня была полноценная машина со ступеньками. Ладно, на ходу сейчас будем разбираться. Всё нормально. Э, э, оцепись. Ё-моё, я ещё с собой компьютер везу. Компьютер пока постоит здесь. Да, я знаю, что он очень дорогой, но ничего страшного. Пока, компьютер. Привет, ступеньки. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Оп. Прикарковались мы. Теперь мы везём ступеньки. Ребята, я вот за это вообще не шарю. Вот это я не знаю, как делать. А с какой стороны вход будет в самолёт? Ну, я так понимаю, вот с этой, как всегда. Чё я спрашиваю тогда, если я знаю? Так. Ну, ребят, я это делаю сейчас вот впервые. Даже после всего этого обучения я вот этим ещё не занимался. Подходим сюда, нажимаем и поднимаем вверх. Поднимаем, 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 поднимаем. Тихо, тихо, тихо. Я ступеньками могу двигать. Ё-моё, я такого не проходил. Реально. Откройте двери с самолёта. Чего? Я? Открываю дверь в самолёт, ребята. Теперь, я знаю, я знаю, я знаю. Теперь нам нужно вот эту вот штуку дозакрыть до конца. Здесь дозакрыть. Загрузите пассажиров в самолёт. А я могу зайти? Эээ, мне нельзя. Чё за бред? Они идут. Ребята, давайте я вас проведу. Даже не нужно их на автобусе провожать, они сами доходят. Проходим, проходим. Ребята, секретная зона. Никуда не смотрим. Ээ, куда ты смотришь, бородатый? Я сейчас отъеду, ребят. Простите. Здесь я просто, ну, один сейчас в аэропорту. Тут у всех отпуск один. Я работаю. Вы уж извините. Стрея, ну, это зона опасного назначения. Нельзя ни фотографировать, ни смотреть. Давайте, ну, быстренько, 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 быстренько. Ну, время, время, время. Я вот так вот встану, чтобы они понимали, куда идти. Направо. Направо. Направо, здравствуйте. Добрый день, направо. Извините за дидержку, направо. Не налево, направо. Ты уже был, по-моему, бородатый. Два одинаковых чувака. Близнецы, что ли? Вы чё, близнецы? А я в самом начале людям хамил, а в самом начале это бизнес-класс был. Тише, тише, тише. Извиняюсь. Последние два человека заходят в самолёт. Заходим, заходим, заходим. Ребята, теперь мы закрываем двери самолёта. Сюда подходим. Открываем вот эти вот штуки. Отъезжаем. Всё, ребята, посмотрите. Это я сам всё делаю. Всё? И чё? Самолёт заводится. Смотрите, завёлся. Та-дам. Пилоты, вижу пилотов. Пилоты, это я сделал. Я самолёт здесь весь подготовил. Да, я понимаю, что много техники вокруг, но вы как-нибудь уже выйдете отсюда. Да ладно? Да ладно? Поедет он или нет? У меня там всё настроено и заправлено и всё замечательно. Никаких не должно быть проблем. Поехал. Поехал, ребята, он поехал. Мой самолётик. Давай, давай, мой бизончик. Давай. Спокойно, спокойно. Там ничего не заденьте крылом. Я ж тут ничего не парковал. Лети, лети. Здорово, мужики. Это я подготовил самолёт, вы слышите? Это я сделал. Ой, танкер. Э, аккуратно, он взорваться может. Алё. Аккуратней. Я сейчас отгоню, мужики. Надо назад срочно дать. Ой, блин, тут и кейтеринг. Ё-моё. Выйти, срочно. Помочь, помочь. Ой-ой-ой. Отгоняю, отгоняю, отгоняю. Дай тебе пространство для самолёта. Полетел, полетел. Atlantic Airways. Да-да-да, это я сделал. Он вышел на взлётную полосу. Ну не взорвался и хорошо. Тихо. Всё, пошёл звук. Раскручивай. Давай, 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 мальчик мой. Моя птичка, моя ласточка. Я тебя так готовил. Я тебя целый час готовил. Полетел. Ай, молодец. Ай, молодец. Эээ, взлетай, уже пора. Всё, пошёл на взлёт. Полетел, ребята, у нас получилось. Фух. На самом деле, спустя сутки я вот для себя решил, что я бы, конечно, не смог работать в такой организации. Это всё очень серьёзно. Нужно быть очень внимательным. Никуда не спешить, но в то же время всё делать быстро. Надеюсь, что кого-то из вас я вдохновил на такое вот путешествие. Может быть, кто-то реально захочет работать в аэропорту после моего ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Глент. Мы сделали историческое событие. Мы отправили самолёт самостоятельно. Всем пока.